добрый день уважаемые зрители или доброго времени суток здравствуйте мои дорогие подписчики ну и продолжаю вторую серию надеюсь заключительную по печке вот ну здесь вы уже видели все убрал вот я придумал здесь фонарик туда чтобы мне хорошо было видно все фонарик более-менее здесь культур мультур навел удобнее работать все-таки в чистоте вот смочил значит пропшикал водичкой все поверхности операционные которые я буду задействовать кирпичик у меня красный шамотный вот здесь еще вот красного выбрал тоже с десяток нормальный кирпич короче кирпича хватает все замечательно ну и в начале видео маленького маленькая шутка сейчас хейтеры скажут так вот такой штучкой я размешал хейтеры скажут констинции консистенция долин раствора не то тыры пыры как сделать пиздатый раствор все строители эту шутку знают насекаешь у так поддевая что шпатель и если раздвигается то значит раствор пиздатый все друзья смотрите ролик дальше буду показывать что и как я делаю все у меня есть вроде бы сейчас буду опускать как-то этот радиатор и пошла кладка вот здесь опять полночи думал вот это место короче друзья я не знаю как завязать вот эти кирпичи верхние вот верхний периметр под плиту варочную блин ну вот здесь вот здесь они будут лежать вот здесь наверное я ряд выну и торцом туда кирпичи засуну вот так а как они вот здесь будут держаться я вообще в душе не чаю здесь вход в группу в эту канал короче будет здесь вход отверстие и как здесь вот кирпич мне уложить я пока представление не имею но есть этом на дорожке нашел у меня правда отпилить и вообще отрезать не чем нашел железо вот такое вот она на дорожке лежит если я хозяйку спрошу принесу сюда какие-нибудь хотя бы собянинскую плитку железо короче офигенска железо пятерка пятерка как минимум толщиной то есть вот отсюда если полоску отрезать и туда подложить под кирпич будет великолепно но это пока не точно ты надо с хозяйкой разговаривать люди такие гнилую доску блин ай-яй-яй куда ты выкидываешь тыры-пыры я буду половина пожег хлама и мусора что в принципе в будущем и сделаю сейчас только печка заработает все друзья подписывайтесь на канал смотрите может быть кому-то в жизни когда-то пригодится я тоже 42 года никогда не думал что мне печка пригодится вот друзья настал тот звездный час поехали друзья ну и без приколов я не могу так 15 нечетная без приколов я не могу чтобы это кладу я короче первый камень первый камень так где-то я видел фольгу куда идет эту фольгу ешкин кочерешкин куда же я дел эту фольгу носил носил ее блин и вот когда она вроде бы понадобилась я ее не могу найти никто не помнит куда я дел фольгу так сейчас найдем нашел фольгу так какой год 2010 и 97 для потомков завернем что будет ломать печку интересно ожидает друзья будет кому-то даже сколько этот дом еще поставить 10-15 лет вот такой сверточек я думаю обратят внимание под первый камень так наш первый камушек спрячем для потомков послание первый камень заложен господа опустил я эту штуку по доске скользит блин пришлось вырубить квадратик чтобы это палка туда залезла все распер там ровненько везде ровненько уровень соответствующий все начинаю кладку друзья ну что бардак тут конечно серьезный но все же так сказать исторический момент исторический момент вот видите здесь по уровню все вывел идеально по уровню плита наверное раньше делали обычно бывает какой-нибудь косяк винтом а здесь она чуть-чуть вот чуть-чуть выгнута здесь везде на ноль свелось это замечательно то есть когда плита и там есть у нее ребра жесткости я первый раз вижу такую плиту старинная оказывается печи друзья бабушка умерла года три назад наверное 4 ей было 93 ну вот когда они построили то есть прошло около 100 лет ну пусть там в 30 в 35 лет этот дом они построили и сделали печку то есть печки 70 лет было поэтому на нее брешить вообще никак нельзя и вот она и так идеально села там несколько миллиметров но все равно промазал и надо затопить потому что расширится эта хрень и если высохнет раствор а потом затопить то выдавит а сейчас как бы она расширится и примет там какие-то миллиметры какие ей самой нужно печи ну вот двое суток мучился двое суток мучился короче печка готова печушечка ну осталось это уже потом подштукатурить и покрасить или побелить завтра короче уборка был дождик на улице пилил дома кирпич пыли капец ну пробуем закурим сначала и пробуем поджечь что у нас тут с тягой со шмагой куда пойдет дым куда не пойдет господи помоги ну скажу еще что холодная сырая печь и первый раз очень сложно сейчас она себе ход там даст сложная система вот убрал я духовку эту задолбался короче эти ходы выкладывать потому что нету очень мало связки кирпича друзья очень мало связки кирпича очень много кирпича стоит на попа на ребро ну короче экономили как могли 70 лет назад понятно что кирпич был чуть чуть подешевле золото я думаю так ну что там не горит да и вот она задымила сюда это не есть хорошо заслонки для электричества снять тупо плавится провал тупо плавится это открылась нужно знать уметь ее топить но дымит сюда сука это не хорошо идет она ходы себе дверь надо открыть я не думаю что что то не то пусть надо раскочегарить протопить вот перестало дымить Продолжение следует... 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 бетоном, смесью для печи огнеупорной на глине, все вроде не дымит, слава богу, печка работает, но сильно много топить нельзя, это я просто чтобы высохла плита, потому что этот радиатор без воды, нашел сегодня газовые ключи, одну гайку уже открутил, батарею снимаю, вот вроде все друзья, завтра уборка территории, это пиздец, тут мамай прошел, мамай прошел, цементик немножко осталось, там подделать надо трубу сверху, все друзья, спасибо за просмотр, похвалите в комментариях печник, я сначала испугался, если честно, задымило прям в дом, очень, ну как сказать, не сильно, но задымило, вроде все, вот разгорелась, настолько сложная эта система, зачем она такая нужна, для экономии топлива, вроде так говоря, вот я закинул, кстати, надо засечь, сколько она будет гореть, сосновые дрова, беспонтовые, так, 047 время, опять ночь и в первый театр, все друзья, спасибо за просмотр, пишите комментарии, что не так, ну здесь осталось шмон, короче, навести, вот этот уголок поставлю, сюда вот он вставляется, как бы держит край, чтобы не обковался кирпич, под штукатуре, вот увидели, сейчас дым из этой щели шел, туда уголок ставить, его замазать, ну и так подшкурить, подшкурить, подмазать, и потом в будущем покрасить, побелить, все, спасибо, трещит, горит, ну и слава богу, ура товарищи, уже я нагрел здесь воды, помылся, поставил вот еще, пригодится водичка, все, печка шуршит, огонь, все высохло, все замечательно, ну уже она прогорела, достаточно на сегодня, достаточно на сегодня, так есть дома тепло, здесь вообще сауна, в этой вот комнатушке, где это, где печка, я хочу что сказать, что дом теплый, я так подумал, что вот была жара, да, на улице, и в доме всегда прохладно было во время жары, то есть, как капсула такая, дом, соответственно, наверное, наверное, и держит тепло, посмотрю завтра утром, время у нас, правда, завтра утром, сегодня уже утром, 33.29, сегодня пятница что ли, 22 зарплата, зарплата, друзья, подсказали мне еще по поводу выведения денег с ютуба, сделал еще один прибамбас, ждем, короче, результатов, все, самое главное, печка заработала, все, я ее прогрел, вот сколько я заложил, ну там, наверное, вот от поддона, мужики поймут, да, от поддона, ну, может быть, доски 4-5 я сжег, нагрелась два вот таких, две вот таких кастрюли воды, печка, ну, естественно, не дотронешься, горячая, кирпич весь просох, все просохло, все замечательно, слава богу, все, отопление на зиму есть, единственное, батарею я, батарею я принесли мне сегодня газовые ключи, газовые ключи, вот, гайки открутил, эти муфты открутил, две, здесь гайку открутил, но тяжело идет муфта, крутил так, что вынулись эти крюки, ну, ладно, завтра откручу, это полбеды, то есть батарею снял, сюда я сделаю регистр, короче, три, вот так, горизонтально, три сотки трубы, и в две нижних, в две нижних сделаю тены, по два с половиной, по два, по два с половиной киловатта, вот, будет печка, ну, в случае там, значит, в каких-то случаях будет электричество, такие задумки, вот, ну, посмотрим, это надо делать, это надо сделать мне до конца месяца, до конца месяца, потому что я собирал, планировал седьмого, десятого, ну, наверное, раньше, раньше мне Евгений Нику с дачи привезет мой металлоискатель, я дал ему попользоваться, вот, и, значит, еду я домой, еду я домой, в Липецкую область, задача минимум настроить отопление, дальше больше, уже в тепле можно будет делать все, что угодно, все, друзья, огромное вам спасибо, задавайте вопросы, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, подписочки идут, спасибо огромное, почти 10800 человек подписаны на канал, огромное спасибо за поддержку, всем добра, здоровья, ну, и видосик этот, во сколько там выйдет, на 12, наверное, поставлю, и сегодня ждите Стримчанский из Москвы, поеду, я два дня не был, я опять в Москве, с печкой волтузился, вот, посмотрите, пилил, все, блядь, в пыли, но, но, еще новость, хорошая, хорошая новость, так, здесь я поставил лампочку, лампочки купил, еще есть две, хорошая новость, я нашел шланг, он, правда, не от этого пылесоса, ну, я что-нибудь придумаю, и, такая проблема, вот, его включаешь, он работает, работает, потом начинает визжать мотор, как, типа, проскальзывает, что ли, надо вот этот момент посмотреть, и, короче, плотничком заняться уборка, теперь у меня есть печка, теперь в эту печку можно запхать, все, вот этот стол, я думаю, зачем он нужен, ну, вообще-то, посмотрю, есть планы, еще оборудовать чердак, под жилое помещение, поэтому, может быть, все пригодится, все, что здесь есть, 10 раз надо подумать, прежде чем выкинуть, ну, дома тепло, дома тепло, я не буду показывать, как я одет, ну, короче, в труселях бегаю по дому, очень тепло, замечательно, вот, буквально, 6, 6 дощечек от поддона я спалил, плюс тут обои у меня были, там, какую-то порванную старую обувь, ну, тут сжечь не пережечь, короче, вот, до нового года без дров можно, ну, плюс, я опять же говорю, то, что будет меняться постепенно, там, вот, здесь видите, ДСП, ДСП, который уже сгнило, промокло, вот, его можно заменить на что-то там, по ходу пьесы, как будет прибыль, как будут копейки, там, какую-то культурную вагоночку, вообще, планирую осенью, ну, надо, я не знаю, как жили здесь люди, видимо, хватало, надо двигаться, во-первых, надо выкопать септик, вот, вода, вот, под окном, колодец, колодец под окном, все запылилось, все запылилось, не видно, ну, вот он рядом, вот здесь, вот, поставить, поставить 7000 Pluron Merlin, я смотрел, насосная станция, маленькая, небольшая, дешевая, 7000, это дешево, очень дешево, я думал, там, 15, 20, 17, ну, есть, конечно, такие, ну, вот, там, самая дешевая, 7000 Pluron Merlin, вот, есть ванна, есть ванна на улице, вот, если здесь оборудовать под ванну, здесь очень тепло, протопил печку, если будет второй этаж оборудован, на второй этаж можем там пару двухсот литровых бочек поставить, и свободно пользоваться душем, туалетом, раковиной, все это вот здесь вместится, забетонировать, ну, это, как бы, мои мысли, ну, я думаю, они реальны, они реальны, постепенно, в зависимости от того, сколько я здесь буду жить, находиться, вот, нашел чайничек свой, чайничек, помнит, наверное, подписчик, который мне подарил, лимончик у меня живет, растет, вот, видите, капельки воды на нем, вот, пшикалку нашел, вот такую, смятая вся бутылка, она работает, любит он, короче, это, надо пшикать его чаще-чаще, надо большой, не по высоте, чтобы корень не вниз пошел, а разрасталась, короче, как будет расти корень, так будет расти и дерево, если сделать длинный горшок, то он будет вверх расти, если сделать не очень высокий, но по объему, по диаметру больше, вот, как бы, и дерево будет потом его обрезать грамотно, оно будет такое пышненькое, вот, вообще, говорят, на пятом, на пятом разветвлении начинают плоды давать, но здесь на третьем, друзья, я вот обратил внимание, на третьем, то есть, понимаете, да, вот, выросла одна палка, вот, вот она начала делиться, тут ее обрезали, и все, и вот третье деление, третье деление ветвей, и все, вот они плодики, надо сделать обширный этот, по диаметру, горшок, и какие-то сделать подставочки, чтобы он вот так вот легонечко лежал, легонечко лежал, потому что, не дай бог, обломится от веса, или от нехватки чего-то, будет ему тяжело нести эти плоды, блин, прям, я заинтересовался садоводством, все, друзья, огромное спасибо, ну, вот такой бардачина, это я немножко сейчас вот подмел, завтра прям капец, надо уборку конкретную, наводить все, пылесосить, мыть полы, протирать пыль, отрывать буду эти обои, потихоньку сжигать, протапливать печечку, вот, короче, такой движ-миж, и сегодня вечером стрим, всем спасибо, всем здоровья, друзья, всех обнял, девчонок расцеловал, светанул себя в зеркало немножко, ну, ладно, пока-пока.